Девушки отдыхают Важно! Ну а теперь погнали! Ура! Вам, олдфаги, Мейл.ру вернули народу мессенджер ICQ! Ура, ура, ура! Мейл.ру групп перезапустила мессенджер ICQ! Немало интересного появилось в Аське! Например, максимальное количество участников групповых звонков теперь 30 человек! А в групповых чатах может быть до нескольких десятков тысяч! То есть в Аське можно провести день города небольшого! Представляете, в 7 утра, в Суздаль, пение птиц и в 7.02 синхронно над всем городом! Ау-ау! Спасибо, друзья, спасибо! Гомутиные истории! Авторы... Утиных историй представили своих первых гомосексуальных персонажей. Что творит? Первая серия третьего сезона... Первая серия третьего сезона обогатилась пернатыми геями. Блин! Николаем и Филиппом... А, нет, Таем! Их зовут Тай и Инди! Они папы утенка Вайолет, которая увлекается магией. Я бы тоже увлекся магией, если бы у меня было два папы, чтобы хлопнуть в ладоши и исчезнуть из их семьи навсегда! Дети никогда бы не дождались подобного в старой версии мультфильма. Потому что, правда, ну подбежал бы в 90-е ребенок и говорит, папа, включи что-нибудь про педасов, а тебе и предложить нечего! А чего, почему я не понимаю, почему они утки-то? Ну, логично будет, если это петухи. У нас в советских мультиках этого не было. У нас просто ходил этот заяц, да, рафинированный гондон, который волка булил. Волк реально был нормальный, единственный, красавый персонаж. Винни-Пух и все-все-все еще переснимите. Там и название не надо менять, да? И тогда сцена, когда он застревает у зайца в норе, вообще заиграет новыми красками. Все вот это... Ой-ой-ой-ой-ой! А, сука, в***ю, в***ю. Все? Все. Третье высшее скачать бесплатно без регистрации. В списке социально значимых ресурсов, составленном Минкомсвязи, неведомым образом на 262-й позиции оказался сайт научные статьи.ру, который за денежку пишет, ну, либо сам где-то скачивает, тебе научные работы, диссертации и кандидатские. Люди остаются без образования из-за того, что сайт этот, скорее всего, удалят из списка важных. Хотя тут тоже надо сгруппировать, на самом деле, отдельный портал, тоже социально важный. Пускай там продаются точные реплики швейцарских часов, научные работы, лимитированные кроссовки по 3800 рублей, оригинал, не подделка, все проверки. Но есть еще отдельный список системы образующих компаний России, в который вошла букмекерская контора Фонбет. Господа, давайте делать ставки, кто еще войдет в список системы образующих компаний. BBC на эту тему побеседовала с одним из чиновников Минфина, и он говорит, вообще не знаю, что это и как попало. Говорит, я попросил исключить, потому что у меня не залетел тотал с коэффициентом 1 к 20. Ура! О, какие мощные аплодисменты! И все они посвящены нудистам. В Чехии полицейские заявились на нудистский пляж и потребовали от голеньких отдыхающих надеть хотя бы маски. Власти чешского курортного города Лазне-Богданич, по-русски это гусь хрустальный, предупредили нудистов, что нехрен ходить голым для начала, светить своими чешскими колбасками. А пришли и говорят, ребята, вы не соблюдаете элементарные правила безопасности, наденьте хотя бы маску, они говорят. Ребят, не надо! Это ограничение прав нудистов, ну потому что это уже не нудист, когда на тебе что-то надето. Что это за на полмасочки такие меры? А может я вообще шел туда ради того, чтобы свой шикарный нос людям показать? Если вы когда-либо бывали на нудистском пляже, вряд ли вы видели там прям красивых, подтянутых молодых людей. Туда люди приходят как раз потрясти своим внешним видом. Я знаю, о чем говорю, я пару недель просидел с телевиком на дереве, пофоткал, ни одного приличного тела я там не увидел, ни мужского, ни женского. Поэтому напяливай джинсы, надевай маску, дорогой чех, и иди глуши велкопоповецкое. Незнайка на Луне. Трамп подписал указ о праве американцев на добычу ресурсов на Луне. Бомбить цветочный город. Я знаю, что там добыча. Просто так звучит лучше. Со стороны. Ну я просто, чтобы нефтяником было понятно, о чем речь. Ну тогда Марс наш, что? Давайте заберем Марс. Или вот Солнце. Давайте приватизируем Солнце. У нас Цой про нее песню когда-то написал, а по международному праву, если есть песня о чем-то, это автоматически принадлежит той стране, из которой человек. Ну я так придумал, почему нет? Более того, чтобы вы там на Луне не собирались строить, на темной стороне уже все, Роскосмос давно поставил. Там уже вышки Роснефти стоят, все уже. Просто вы не видите, потому что мы днем возим, когда Луны не видно. Ну, кстати говоря, мы же не просто так назвали корпорацию Роскосмос. Ну, чтобы все понимали, чей космос. Во время чата с губернаторами Владимир Путин сделал ряд заявлений, направленных на всю страну. Он распорядился ввести дополнительные меры поддержки медиков, бизнеса и граждан. Вот в частности, врачи, которые работают с больными коронавирусом, в течение трех месяцев будут получать дополнительные выплаты до 80 тысяч рублей. А не далее, как три дня назад я в шоу «Известь» предлагал всем скинуться и добавить врачам денег. Вывод напрашивается один. Путин смотрит мое шоу. Да, у меня очень большое самовнение. Но в целом Путин запустил хороший челлендж. Вот этот челлендж не грех и поддержать. Кролик, Пасха, два ствола. В Новой Зеландии пасхальный кролик и зубная фея захватили власть. Нет. Они будут работать даже в режиме чрезвычайной ситуации, введенной из-за карантина и коронавируса. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, шести лет от роду, признала пасхального кролика и зубную фею работниками важнейших профессий и сказала, что они будут работать ни смотря ни на что. Если пасхальный кролик не сможет добраться до вашего дома, дорогие дети, сказала она, значит все. А нет, мы должны понимать, что кролику сложно успевать везде. Мы знаем физиологию кроликов. Они быстрые. Не ври. Это еще хорошо, что Санта-Клаус все прочухал заранее, в январе отработал и до декабря свалил. Большой кинотеатр. 11 апреля в эфире телеканала «Россия-1» состоится беспрецедентный творческий марафон под названием «Мы вместе». Многие известные артисты объединяются, выражают общую солидарность и выражают этим выступлением, этим концертом благодарность тем, кто в это непростое время рискует своим здоровьем, выполняет профессиональный долг, короче, и для врачей, и для всех, кто вынужден и сейчас сидит дома. Во всех ситуациях надо искать свои плюсы. И в том, что люди вынуждены самоизолировались и сидят по домам, они тоже есть, потому что очень много людей открыли в себе творческие способности, вспомнили о своих хобби, о том, что они любят, чем им нравится заниматься, и вывалили на нас такое количество качественного контента, что, возможно, когда эпидемия спадет и снова можно будет ходить по концертам, на афишах мы увидим совершенно другие имена. Музыка. 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 Зрители, аплодисменты! А? А? Зрители аплодируют, все хорошо, а мы продолжаем серию гостевых эфиров, для чего людям даже не надо из дома выходить. Сегодня у нас в гостях и у себя же на кровати актер, сценарист, блогер Денис Косяков. Привет. Привет, привет, любимый. Скажи, пожалуйста, а ты, получается, нарушил режим самоизоляции, приехал в студию, где сейчас с другими людьми контактируешь и снимаешь эфир? Нет, это у меня дома. Я с ними живу. Это моя семья! Мне кажется, ты меня обманываешь. Ну ладно, окей. Итак, о чем мы поговорим? Смотри, о чем мы поговорим? Ну, во-первых, сначала просто поболтаем, а потом тут есть стопка вопросов. Смотри. 20 конвертов и здесь, я их сам не читал, ни один, это вопросы, которые тебе люди задают в разных соцсетях. Всяких ютубах, инстаграмах и тому подобного. Там могут быть приятные вопросы, могут быть, как обычно в интернете, но вот такие вопросы. Ты из этих 20 конвертов выберешь 10 и на 10 вопросов дашь ответы. Честные или как обычно. Ты дома сидишь, правильно я понимаю? Или где ты сидишь? Да, да, я заперся в спальне, пока дети занимаются уроками, вот решил пообщаться. Ты же их вывозил вот недавно совсем, да, и вы после этого самоизолировались. Да, они у меня жили в Испании три месяца, я туда полетел через Мадрид, кое-как их забрал, притащил сюда в масках, перчатках с антисептиками, и теперь две недели, да, должен сидеть здесь как порядочный гражданин. Вот, ответственный, ответственный. Называй мне номер конверта, тут от 1 до 20, я их буду открывать 10 из 20. Третьего по 13, давай. Елки-палки, плохо на тебя влияет самоизоляция. Так, Так, мистер президент тебе пишет неделю назад. А ты неплох. Приятно. Комплименты из конверта. Не думал ли ты начать не только обозревать КВН, но и играть в него? Ведь есть шансы далеко пойти. Я всю жизнь мечтал играть в КВН, но понимаю, что если сейчас этим заниматься, то уже не вывезу. Уже не юн, нет того задора и той энергии. Уже есть обязательства, уже жирок нарос, лениво, тяжело. Всю жизнь надо на это положить и погрязнуть в нищете и распрях с командой. Ну, смотри, все это звучит, как не самый лучший бизнес-план. Но у тебя же есть шансы для того, чтобы критиковать КВН? Ну, не шансы точнее, а силы, задор боевой. Ну, вот как бы отрицая, предлагая, типа, знаешь, вот выпустил обзор там на какую-нибудь игру отвратительную, вышел, показал как надо. Кстати, не могу не отметить, что твои обзоры на КВН лучшие из всех. Их сейчас развилось довольно много, но твои смотрю с особенным удовольствием, потому что вот все как надо. Спасибо. молодец ты, репризы придумываешь, прям смотрю и завидую, блин, вот как надо, как Савва, почему я так не делаю, молодец ты. Это, конечно, все хорошо, подписывайтесь на Известь. Ну, и мой канал тоже не забываю, вообще на два, на все, подпишитесь на Косякова, на канал Известь и на мой канал Савва Шоу. три канала, остальное все удаляйте. Сейчас, прости, я объясню жене, что мой эфир в Инстаграме закончился, но мы это делаем для Ютьюба, поэтому закрой, вот это наш подход. Так, Денис, где с тобой можно еще пообщаться? Вот спрашивают тебя человек, чье имя я не смогу прочитать, потому что это просто набор букв. А ты есть в Телеграме, ну или еще где-то, что бы такое скачать? Может быть, ТикТок? Я есть в ТикТоке, но туда я просто выкладываю те же самые новости, которые делаю для Инстаграма. И надо отдать должное ТикТоку, растет он намного быстрее. Но в ТикТок, мне кажется, что не выложи. ТикТок не надо. Что? Или туда что не выложи, там все работает. Да, удивительная сеть, конечно, меня она пугает, но с тех пор, как я начал нажимать и отмечать видео, как не интересует, я стал реже преуходить в ужас. Потому что то, что я там видел, когда мне вываливали весь контент, я просто обезумел, когда это увидел. Сначала обезумели те люди, которые это делали, потом обезумел я вместе с ними. Это было что-то немыслимое. Я не понимал, а что вообще движет людьми, которые делают вот это все? Смотри, вот последний, на самом деле, вопрос из третьего конверта. Реалич, Реалич тебя спрашивает, что ты имеешь против новой песни Земфиры? А, Крым? Крым. И я против конкретно этой песни не имею ничего. Я, в принципе, против новой Земфиры. Не то, что против, но мне скучно. Как мы все любили Земфиру с первыми ее двумя альбомами и в какую скучную Земфиру она превратилась потом. Из последней музяки, что ты слушаешь из новой? Ну вот, какие-нибудь, я не знаю. Тима Белорусских офигенный вообще. Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика. Огонь же, ну прелесть. Руки вверх нашего поколения. В смысле, нового поколения. Ну и нашего тоже. У нас и руки вверх, руки вверх нашего поколения. И Тима Белорусских, руки вверх нашего поколения. А вообще Паров Стеллар. Обожаю Паров Стеллар. Паров Стеллар, хорошо, да. Бузова. На самом деле весь этот хейт вокруг Бузовой, конечно, раздут, потому что людям хочется кого-то ненавидеть. А ее просто очень ненавидеть. Эффект Стаса Костюшкина, когда, ну как бы, нормальный парень, поют смешные, прикольные песни, но в Камедии и в КВ не нужен персонаж на хорош. Обычная попса, так же, как и у Бузовой, обычная попса, ничем не лучше, не хуже другой. Но в Камедии и в КВ нужно же кого-то хаять и про кого-то писать шутки, что вот мол, а, тупой, тупой, и выбирают мишенями Костюшкина и Бузову. Хотя, конечно, хочется кого-то более подходящего на эту роль. Расторгуева, прикинь, вот такие шутки, как про Костюшки. А Расторгуев, тупой, ни с того, ни с сего. Кстати, одно время был замечательный дуэт, как же это? Бакара. Они еще как ТВ над Камедой, помнишь? А, Юркис и Владимир. Юркис и Владимир, да, вот над ними можно было угорать с полным правом, но, к сожалению, по-настоящему отвратительно. Ну, мы ждем. Они как-то спались. Я уверен, что-то будет. Дэн, слушай, спасибо тебе огромное за то, что, несмотря на технические сложности, мы с тобой поговорили все-таки. Я был рад, что это состоялось. Взаимно, абсолютно. Тебе удачи во всем. Напиши, что-нибудь клевое, снимись в чем-нибудь классном. Спасибо тебе большое. Дэн, спасибо огромное. Давай, удачи тебе во всем, ребят. Денис Косяков был у нас сегодня в гостях. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Вам не сложно, нам приятно. Увидимся через пару дней. Новостей будет много и все они будут классные.